Информационное агентство 112 ЮА, РБК Украины и другие украинские медиа распространили информацию, что на сбитом народным ополчением под славянском вертолете Ми-8 якобы находились, цитируем, специалисты, которые устанавливали аппаратуру с целью организации мониторинга пространства и фиксации фактов нарушения плана мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. А некоторые даже успели сообщить, что в Ми-8 перевозили гуманитарную помощь. Однако оказалось, что в Ми-8 находились украинские военнослужащие и офицеры СБУ, что официально подтвердил заместитель начальника главного командного центра ВСУ генерал-майор Александр Размазнен. Никакой гуманитарной помощи и специалистов по фиксации фактов нарушения так называемого мирного плана в Ми-8 не было. 24 июня интернет-сайт украинского телеканала «Пятый канал» со ссылкой распространил информацию о якобы нарушении перемирия народным ополчением. Материал сопровождается фотографией якобы ополченца с гранатометом, но на фотографии манекен. Иных доказательств сообщений СМИ не нашло. А тем временем независимый Медиапрофсоюз Украины опубликовал у себя на сайте рекомендации для журналистов по освещению боевых действий на востоке Украины. Так, Медиапрофсоюз рекомендует не демонстрировать погибших во время военной операции на востоке, приукрашать поражения, скрывать материалы про проблемы прокиевских сил, связанные с ведением боевых действий, игнорировать факты о любых внутриполитических разногласиях украинской власти и другое. Прекрасный, дивный мир свободы слова и объективности наступил на Украину.